В муниципальной программе «Экология» есть подраздел, который определяет, какие водные объекты на территории округа должны быть очищены в текущем году. Среди них пять ручьев и три пруда. В наших репортажах мы уже рассказывали о том, как в Кишкино удалось фактически продлить жизнь водоема, который превратится теперь после его очистки в место отдыха для жителей. А ведь на протяжении многих лет он напоминал болотца и медленно умирал. Примерно то же самое можно сказать и о ручье, который протекает по Чкаловской от Котлована до улицы Бахчеванжи. Его берега давно превратились в заросшие тины, абсолютно непроходимые пространства. Для окружающих жителей это место – комариное царство, заваленное еще и всевозможным мусором. Теперь же этот ручей между многоэтажными домами должен преобразиться. Здесь начались работы по его санитарной очистке. Она включает покос травы, опиловка, сухостоя, 5 метров от водной глади и полностью санитарная очистка глади внутри ручья. Это от бутылок, от различных ТКО, КГМ, крупногабаритный мусор и так далее. Полностью будет вычищен, выкошен и русло должно быть освобождено, чтобы вода дальше, артерия проходила нормально. И вот это заключается работа санитарной очистки. Очистка водоемов в округе ведется еще и с целью подготовиться к осуществлению важной для всех жителей экологической программы по комплексной очистке главной водной артерии Щелково – реки Клязьмы. Прежде чем на ней начнутся работы, необходимо привести в порядок все более мелкие ручьи, несущие сейчас свои, мягко говоря, не совсем чистые воды в реку. Это касается и ручья Ночкаловской. У нас в 2022 год будет начало федеральной программы по чистке реки Клязьмы. В соответствии с этим мы сейчас приводим все наши ручьи и водоемы в порядок, для того, чтобы исключить, ну и берега реки Клязьмы и все прочее, чтобы исключить, ну скажем так, и попадание грязной воды в реку Клязьмы и приведение в порядок, чтобы несанкционированных стоков не было. Что еще важно для жителей Чкаловской? Место, где протекает ручей, фактически совпадает с будущей парковой зоной. Ее планируют здесь обустроить в следующем году. Сейчас наша съемочная группа увидела ручей таким, каким он был на протяжении многих лет. Работы здесь будут идти в течение месяца. Мы обязательно приедем сюда и покажем, какие произойдут изменения. Андрей Цеханович, Сергей Василевский, Щелковское телевидение. Продолжение следует...